Первый в истории городской фестиваль безопасности состоялся в Люберцах. Праздник, приуроченный ко дню 65-летия службы вневедомственной охраны, был организован под эгидой Федеральной службы войск Национальной гвардии России и при поддержке администрации округа. Гости мероприятия могли увидеть соревнования по рукопашному бою, показательные выступления росгвардейцев, посетить выставки, а также получить консультации специалистов, например, по части охраны имущества. Защищать мир и спокойствие жителей всего Подмосковья – это его работа. Иван служит в кинологическом подразделении уже более 10 лет. В опасном деле парню помогает его незаменимая помощница – овчарка Грета. Собака ищет только взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. Поступает сигнал о заминировании какого-то объекта. Наша задача – собака обследовать данный объект. Вот собачка обследует. Есть там наличие взрывчатых веществ или нет. Обнужение взрывчатых веществ зависит от различных факторов, условий погоды, состояния собаки и так далее. Может за минуту, может до пяти минут доходить. В этот день все факторы сошлись на пользу поисковым собакам. Для гостей первого в истории фестиваля безопасности сотрудники кинологической службы Росгвардии провели показательные выступления по обнаружению взрывного устройства. Для тех, кто замерз, полевая кухня, горячий чай и творческие выступления. Презентация служебных автомобилей, а также тематические выставки, на которых специалисты консультировали по многим актуальным вопросам, связанным с безопасностью, например, по охране имущества и обороту оружия. Мы хотим вслух рассказать о Росгвардии, рассказать о тех функциях и задачах, которые стоят перед ее подразделениями. В частности, 29 октября исполняется 65 лет службы вне ведомственной охраны. И в том числе на этом празднике мы гражданам, несовершеннолетним, детям, взрослым рассказываем о тех мероприятиях, которые проводит неведомственная охрана, о тех возможностях технических. Но все же главные участники мероприятия – подростки, которые в течение всего дня сражались в рамках открытого первенства по рукопашному бою. 300 юношей из Центрального федерального округа показали свои способности в этом виде спорта. Все, кто сегодня будет участвовать, все, кто сегодня будет задействовать в спаринге, это победа каждого. Потому что, будь то татами, будь то баксов сей, колек, это испытание силы боя, испытание физической силы. Сборную команду Люберецкого округа представили спортсмены клуба «Единоборств» в Торе. Завоевали семь призовых мест – пять первых и два вторых. Смелость, хорошая физическая подготовка и отвага – все это и имеется у молодых спортсменов. И, возможно, в будущем кто-то из них пополнит ряды доблестной Росгвардии. Мы привлекаем молодежь, потому что им, молодым, которым по 10-12 лет, им еще рано, а уже которым по 15 лет, им нужно уже через 2-3 года выбирать профессию. А есть такая профессия – родину защищать. И нужно никуда ехать, дальние гарнизоны, можно это делать здесь. Поэтому нам нужны такие люди. Люберцы пока первый город в стране, в котором прошел городской фестиваль безопасности. Традицию проведения таких праздников Федеральная служба войск Национальной гвардии планирует продолжить, но теперь в других субъектах России. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова